Знание вещей из прошлого Земли может быть очень интересным и полезным, но оно не должно связывать или удерживать вас. Если вы можете использовать это как трамплин замечательно, то по сути это вторично. Вот о чём она здесь говорит? Что многие интересующие нас вопросы, касаемые нашего прошлого, нашей истории, физических, метафизических, прочих знаний, полезно использовать как своеобразный трамплин или как побудительный импульс для начала сознательной духовной работы. Что-то прочитали, знаете, из этой области, и вот какое-то предложение, слово, что-то, какая-то книга вас пробудила, пробудила ваше стремление к изменению сознания. Вот это полезно. Но когда копаться ты начинаешь в этом всё глубже и глубже, то есть не занимаясь истинно-духовной работой, пытаешься насытить себя или наполнить своё сознание знаниями подобного рода, ну ты пропадёшь, никакой духовной реализации не будет. Полезно использовать это как некий катализатор для начала работы. В противном случае все ваши частные книжные знания, которые кажутся вам стоящими, они будут абсолютно бесполезны и вредны для души, потому что вы уходите от главного. Опять погружаясь в ментальные фантазии, да? То есть получайте знания из старых рук. Не открывайте в себе то, что в этих книгах истинного, действительно, но это не ваше знание. Вы должны их открыть в себе. С рождением истинной сущности вы вполне можете сполна удовлетворить и развить ваши внутренние интересы в какой-то области уже без ущерба для духовной составляющей. А до духовного рождения вы будете только питать ваш ум, всеядный ум, разного рода знаниями, которые ни в коей мере не будут способствовать вашему духовному росту. И всё. Некоторые люди пишут мне, не могли бы вы рассказать мне о моих прошлых жизнях. Я говорю им, это неинтересно. Интереснее та жизнь, которую вы хотите реализовать, а не ошибки, которые вы допустили в прошлом. Так вот, все живущие на земле люди, я думаю, мы с вами это усвоили, это не выучившие главный урок жизни и, соответственно, не сдавшие выпускной экзамен на эволюционную зрелость. Все люди живущие на земле. И вам интересно, ваше прошлое, какие глупости вы делали. Вам должно быть стыдно за то, что вы в этой жизни делали, и ещё не забыли. А там, представляете, вот сколько вам может быть преподнесено. Вы думаете, все вы были там генеральшами, генералами, жрецами, жрецами. Вот такие вот, обычно, так сказать, завиральные фантазии у тех, кто стремится узнать, кем он был, каким великим он был в прошлой жизни. Если вам честно сказать, что вы были туалетным работником или слесарем-водопроводчиком, вам это не понравится. Но даже в Древнем Риме там был водопровод, и были водопроводчики. Вам не понравится. Вы хотите генералов, жрецов, жриц там, фараонов. Не хватит на всех ни фараонов, ни генералов. Запомните, на всех не хватит. Поэтому не интересуйтесь, кем вы были. Кем-то были уж точно. Иначе бы сюда не попали. Если бы были чем-то приличным, вас бы здесь уже не было. Ну что, так или не так? Кто-то из английских поэтов конца XVI века, да, очень верно подметил, что грешить можно беззаботно, но безнаказанно никогда. Грешить можно беззаботно, но безнаказанно никогда. Обязательно кармически будет наказание. Так что возврат на землю – это и есть наказание всем нам, беззаботно грешившим в прошлых жизнях. Правильно? Вот, вернулись опять в эту кутерьму. Остается только улыбаться, да? Так что интерес пропал у вас к знанию своих прошлых жизней. Пропал, да? Где грешили беззаботно. Не важно от статуса социального. Не важно, кем вы грешили, с кем вы грешили. Видите, как всё интересно. К счастью для нас память о прошлых воплощениях стёт-то, а потому не занимайтесь глупостью, не тешьте себя иллюзией, что в прошлом вы были для Господа сколь-нибудь значимой личности. Он вас не знал. Не знал он вас. Вот и всё. До рождения Шрио Робинда религии и духовные учения всегда опирались на личность из прошлого, и своей целью они имели отрицание жизни на земле. Так что у вас был выбор между жизнью в этом мире, с его узким кругом удовольствия и боли, радости и страданий, с угрозой попасть в ад, если вы не ведёте себя подобающим образом, и бегством в другой мир, в небеса, в нирвану, в мокшу. Между двумя этими возможностями не слишком большой выбор. Они одинаково плохи. Либо грешить, либо в рай. То есть вот выбора другого человека не было. Ну, если мы не понимаем, мы не сознаём процесс духовной эволюции, то всё просто раньше решалось. Либо вы грешите и попадаете в ад, либо убегаете в нирвану, или если не грешите, то попадаете в рай. Ну, в общем, выбор очень небольшой. Чем бы вы выбрали из этого, а? Я бы грешить выбрал. Грешить интересно. Да. Ну, во всяком случае, хоть не зря жизнь прожил. А то кастрировал себя во всех отношениях, в нирване где-то, и ждёшь, что тебе кто-то что-то преподнесёт за это. Нет, грешить. Это был бы мой выбор, если бы я в неведении был, ладно, там посмотрим, что будет. Потому что через греховную жизнь, вот мы как бы познаём нижнюю полусферу истины, и в конечном счёте в этой игре мы всё-таки можем быть победителями только тогда, когда познаём, что есть вот эта жизнь во всей её полноте. Когда нас начинает от неё тошнить, и тогда мы ищем выхода, ясно? И это правильно. На мой взгляд, не знаю, я вам не советую грешить намеренно, напрополое. Но как получится, теперь-то вы уже знаете, и правила игры, знаете, чем надо заниматься, то есть мы уже прошли этот этап. Но если бы я был в неведении, мне бы сказали, что выбирать, грешить, только так. Хоть интересно. Середнячком, что ли, были? Середнячком? Нет, конечно. Купи не у неё. Не у меня взял. И все религии и духовное учение сулили людям освобождение от тягот земного существования ни здесь, на земле, ни в этом физическом теле, и в посмертии, и вот когда помрёшь, когда избавишься от тела, вот так получишь что-то. О чём получишь? Вы бы, наверное, не поверили, да, что в посмертии можно что-то получить. Тут вы реально можете что-то получить, ну, хотя бы удовольствие. Это же реальная вещь. Вкусно поесть, полюбить, там, ну, ещё что-то. Нормально. То есть какая-то живая жизнь должна была быть. А те говорят, этого не делай, того не делай, получишь удовольствие потом. Отложенные удовольствия. Получишь ты его или нет, лучше сейчас, реально. Отложенные как-то не верятся в него. Вот не очень верятся, честно говоря. Если по Даниилу Андрееву, то потом тяжко расплачиваются. Да, тяжко. Но ничего, раскаивался грешника, Господь всегда привечает. Запомните. Потому что Даниилу Андрееву читать вредно. Так же, как и писатели-фантасты Льва Гумилёва. Вредно тоже Гумилёва читать. Только теория эта сама. Это пассионария, этногенез. А читать его фантазии на тему степняков, ну, это билетристика. Это его, ну, в состоянии лёгкого алкогольного опьянения, его фантазии. Вот такие. Он это умеет делать. И никогда не берите в руки его книгу по истории. Никогда. Вот поверьте мне. Просто там всё не так. Не так вообще всё. Он создал свой мирок, вот уникальный мирок, вот свой, индивидуальный, фантастический мирок. Он его никому не навязывает. Он не говорит, читайте меня. Но его не надо читать, если вы хотите действительно по-настоящему что-то прочувствовать. Мы вашу подождём. А? Вашу подождём. Чё-чё? Вашу книгу по истории подождём. Ой, я не могу, так сказать, вам это самое. Гарантировать, что там вам всё может понравиться. Там всё-таки попытка разрушить какие-то стереотипы исторические. Вот вся историческая литература – это билетристика. Это фантазии авторов. Вот я всегда привожу пример. Вот, допустим, о Дмитрии Донскому в исторических хрониках. Две страницы. Написана книга ЖЗЛ. 300 страниц. Чё там можно написать-то? Ну, вы понимаете меня, да? Всё, кроме как не о нём. О нём две страницы в исторических хрониках. А так вот такие инсинуации. Нравится, не нравится? Не понял, погромче. Вашу книгу, говорю, ждём. А вы ждёте. Я что можно сделал? Отдал в руки Церберов. Это Мария Павловна и редакция. Я всё написал, всё отладил, отдал. Я к ней теперь, к этой первой книге, к первому тому отношения не имею. Книга будет называться «Опыт духовного прочтения отечественной истории». В скобках, субъективные заметки. Чтобы меня никто не обвинял, вот это самое, как это называется. Ну, когда всё это глобально и абсолютно идеально. Вот субъективно. Это мой взгляд на то, что я проработал. Мой. Может, он неправильный, с точки зрения истины. Но как мог, я пытался это делать. Вначале я пытался её назвать, ну, не совсем красиво. Меня многие поправили. Я, как это назвал-то, опыт препарирования отечественной истории. Сказали, препарирование – это морг, это то. Но действительно препарирование. То, что произошло и умерло, ты препарируешь. Но я, к слову, прочтение заменил всё-таки. Это тоже как препарирование, но более такое мягкое препарирование. Сидящее. Без анатомии. Без анатомии. Без физиологических актов прямых. Обрезания. Ну, без обрезания и это. Ну, ладно. Штиурабинда сказал, что именно это было фундаментальной ошибкой, повлёкшей за собой слабость и упадок Индии. Буддизма, дзен, иллюзионизма хватило, чтобы истощить всю энергию страны. Так вот, Штиурабинда наблюдал духовную жизнь Индии изнутри. Он там родился, он там жил, и он видел всё, что происходит вот в Индии. Он прекрасно понимал, что страна сегодня, то есть уже в 20 веке, в силу болезненной приверженности к далёкому прошлому, болезненной приверженности к далёкому прошлому, превратилась в духовно спящую нацию, некогда имевшую могучий духовный потенциал и выполнившую свою духовную роль в истории земного человечества в поисках, так сказать, ну, как бы путей реализации духовной. Так вершиной религиозного гения Индии является Бхагавад-гита. Это живое учение Кришны об обретении человеком индивидуальной божественной сущности, об открытии души. Это как учение Спасителя об обретении Царства Божьего, но в продолжении это ещё и жизнь не вечной. Вот в Индии Царство Божие, его обретение, в учении Бхагавад-гита есть, вот оно. То есть индивидуальное и божественное было в VI веке до Новой Иры в Индии открыто. То есть сосредоточь внимание моё на мне, своё внимание на мне, гляди ниже уровня глаз на кончик носа. Там есть метод, но нет речи о силе, которая работает. Понятно, да, что Спаситель-то революционер, он сказал, сила работает, не метод работает, а работает сила, которую должны открыть посредством метода и устраниться. Сила будет делать всё. А в Индии на первом месте я оставил метод практики, пожизненное использование практик. Понимаете, да? Вот используя практики, получишь результат. Он сказал в конце, предайся мне, оставь все разнообразие религии. Алифанал Васильевич, в конце-то он сказал, оставь все разнообразие религии и предайся мне. Это все методы. Да, 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 это правильно, правильно, да. Но это же никто не читает. Как не читает? Ну, вот ты прочитал, а вот все остальные, они занимаются другим. Ты прав. Да. Ты прав. Оставьте, приходите ко мне. А вот как вот приходите, опять вот человек, как приходите. А вы сказали, на кончик носа и всех. Ну, да, да. А в разных переводах по-разному. Где-то говорят, смотрите перед собой. Это другой. Вот я просто видел разные варианты. Вот видел один нормальный вариант, а другой вариант, вот глядите перед собой, или вы составляете внимание во лбу. Вот и пошло. Это добавить. То есть есть искаженные переводы. Хагавадгиты. Я не один вариант видел, поэтому вот попробуй, разберись. Вот у нас вроде как поточнее немножко. То есть какая-то конкретика появилась. В практическом плане. Да? И с тех самых пор Индия-то живёт исключительно иллюзиями, живёт теми самыми иллюзиями, которые истощили действительно духовную энергию страны. И даже гениальные учения Кришны, современные кришнаиты, в общем-то, до витального ширпотреба не завели, и всё. А мы почему-то, вот как духовные поисковики, вот в Индию надо, там всё есть, надо там посмотреть, надо там всё перенять. Она уже умерла, Индия. Это что Иоробин да сказал, изнутри наблюдаю духовную жизнь. Это реанимировать уже нельзя, этот этап пройден. То есть нужно соответствовать времени сегодня в духовной работе. И всё, что полезно, действительно органично вытекает из прошлых, так сказать, практик и учений полезности нынешней, оно должно быть взято, интегрировано и сегодня рекомендовано. Научный подход. Да? И это нормально. Раньше вечером, когда я ложилась на свою кровать, я полностью расслаблялась, то есть выполнял издачу, и сознание у меня поднималось вверх. Но теперь вместо этого есть воля удерживать всё сознание в теле, концентрироваться и сохранять в теле все энергии, так, чтобы могла продолжаться работа в клетках, чтобы она не расстраивалась. Вот она здесь честно признаётся, что раньше, прежде чем отойти ко сну, она расслаблялась, её сознание привычно выпархивало в пространство над головой, в нирвану. И она поэтому не видела сновидений, снов у неё не было. И вот когда нисходящий поток, она всё-таки в большей степени через посредство мантры ом нама бахагаваты всё-таки в теле заземлила, тогда она стала даже не видеть, она стала удивляться, боже мой, какие события происходят по ночам, я бы говорит, романы писала, книги писала на эту тему. То есть она удивлялась сновидением, потому что она всё время перед засыпанием или её сознание куда-то в безличную пустоту устремлялась. Это факт, она честно об этом говорит, она признаётся, да? Это, безусловно, явилось следствием практики этих модных на Востоке медитаций восходящих, которые она поначалу активно использовала в своей духовной работе. И вот отсюда действительно понятно, почему она не видела сновидений и удивлялась, когда стали сны у неё снится. Она просто удивилась. Она открыла целый мир необычный. По поводу применения галлюциногенного препарата ЛСД, это лизергеновая кислота, как средство развития, в кавычках, развития человеческого сознания. Эти люди воображают, что это является средством развить человеческое сознание, открыть его к неизвестным горизонтам. А эффект – это просто смещение и равновесие существа. Восприятие одного из аспектов – ущерб всем остальным, и это ужасная ложь. Это прекрасное средство сойти с ума. Вот такая большая книга раньше, она была в продаже. Вот доктор Грофф, он проводил опыты с людьми, давал литергеновую кислоту, они рассказывали о том, что они видели, там какие-то открытия делают, что для развития человеческого сознания надо эти галлюциногены применять. То есть химические средства. Так вот, развивать человеческое сознание, а тем более духовно расти, находясь под воздействием сильнодействующих химических препаратов, которые ввергают человек в прямом смысле в опасные оккультные миры, дело не только бестолковое, но и очень-очень опасное. Потому что люди становятся пленниками оккультных сил. И даже полностью решаются рассудки. И в нашей практике встречались люди, которые безусловно несли оккультный шлейф из прошлых воплощений. Кто-то даже ездил там куда-то далеко в Южную Америку, там ел какие-то отвары из грибов, всякие, так сказать, посвящения получал. Тут вы можете, в общем-то, отвар из бледной поганки с кожей, от мухомора. Вы мухоморы никогда не пробовали? Да, пробовали. Очень вкусные грибы, кстати. Ну, вы знаете, как их готовить, да? Полчаса варите, яд мускарин, он уходит в жидкость, а сами грибы, они жирные, хорошие, их можно потом жарить, очень хорошая вкусность. Яд полчаса, яд весь в жидкость уходит. Жидкость сливаете, обываете их водой и жарите. С бледной? Да, пробовал. А бледная поганка вот тут бесполезна. Там два вида яда, геморизин, а он, это самое, не разлагается при температурных воздействиях. А бухоморы можно прекрасно отварить, очень хорошие грибы, слить в воду. Они очень вкусные, на самом деле. И красивые, на цвет, да? И на вкусные, неплохие. Вы экспериментировали просто? А? Нет, меня накормили, сказали, это мухоморы вкусные, спасибо. Ну, сам человек попробовал, вначале-то я жду, и первый не стал есть. Вот, я пробовал, нормально. Вот был такой фильм, латиноамериканский, «Грибной человек», если помните. То есть, один богатый человек, где-то то ли в Мексике, то ли где-то в Уругвай, не знаю, то ли в Чили, любил кушать грибы. Но там грибы всякие разные, поэтому он держал человека специального, который после того, как грибы приготовят, он ему давал, и спустя там сутки смотрел, будет какая-то реакция. Там много каких-то интриг было. Ну, короче, этот грибной человек помер, в конце концов. И этот вот, тот работодатель его помер. Как-то грибной человек его обманул. Вот фильм назывался, «Грибной человек». Смотрели, наверное? Он такой интересный был фильм. Он просто ему принесли чашку, он срыгнул это всё. Срыгнул? Ну, может, и срыгнул, не знаю. Я сейчас не помню. Да, я смотрела. Смотрела. Так что, грибной человек – это профессия. То есть ему хорошо платили, грибному человеку. Работа опасная. Мало ещё там наготовят. А я пробую грибы очень просто. Я беру вот на вкус. И всё, они вкусные. Значит, можно готовить. Знаете, вот вкус гриба, вот настоящий, хороший. Я всегда его пробую. Если не знаю происхождения. Вот есть опят, бывает какие-то ложные опяты. Ложный опёнок, он на вкус не будет таким, как настоящий. Попробуй, значит, настоящий. Собирать. Мать по поводу чрезмерного внимания, уделяемого установлению контактов с богами, божественными сущностями, иерархием и прочее. Она говорит, здесь в клетках тела есть некая честность, прямота и искренность, говорящие, о, как они важничают, как всё это раздут. Это очень интересно, действительно очень интересно. Сужен другой виднее мира. Оно гораздо более честное, гораздо более честное, и гораздо более искреннее, и гораздо более прямое. Так вот, те, кто пытаются серьёзно, по их мнению, заниматься духовной работой, используя при этом всевозможных посредников на тонком плане, на физическом плане, богов, божественных существ, святых, духовных наставников, имея незрелое или окудльно-ориентированное сознание, не ведают, что творят. Можно такое натворить и попасться в такие, так сказать, сети, из которых потом выпадаться будет невозможно. Наша задача напрямую соединиться с божественной силой, без всяких посредников, без оккультного плана. То есть, честно, напрямую открыться духовной ипостаси троицы, вот той. Да, троица-то есть духовная ипостась? Есть. Вот откройтесь напрямую духовной ипостась этой троицы. Она есть. И не случайно Спаситель говорил, что можете на меня хулу возводить, на отца, а вот хула на Дух Святой не простится вовек ни на земле, ни на небе. Потому что это то реальное, что вы можете почувствовать, что вы можете открыть. Вы можете не верить Спасителем, может не верить, что существует Отец, Бог Отец, но то, что реально существует, каждая точка простанства имеет напряженность, что можно открыть, это факт. Поэтому хулу на Дух Святой Божий возводить не рекомендуется. Это есть реально то, что мы можем с вами открыть. Эти две вибрации, беспорядка, дисгармония, конфликты и абсолютного покоя сплетаются, как если бы они взаимопроникали друг в друга. И простое движение сознания ставило бы вас на ту или другую сторону, или скорее стремление воли реализации приводили бы в контакт с вибрацией гармонии, а малейшее ослабление прокидывало бы вас на другую сторону. Так вот, между двумя состояниями сознания старым, где возобладают деструктивные вибрации, которые вызывают беспорядок и напряжение, и в мире, и в вашем существе, и в новом, где супраментальные вибрации определяют состояние абсолютной гармонии, между ними тончайшие границы. То есть, в переходный период ты в одно мгновение можешь перейти из состояния беспорядка и дисгармонии в состояние покоя и божественной благодати. Вот это состояние переходное, на контрасте вы можете это ощущать. В одно мгновение всё может просто измениться. И не надо далеко ходить, не надо такой метод использовать, просто идёт как бы притирка или примеривание ваше к новой жизни, к вибрациям новой жизни. Пока вы в старой жизни, вас резко не окунают в новую, дают вам там побыть, потом опять возвращают как бы в поле старых вибраций. Вот этот переходный период, она замечательно говорит об этом, что совсем рядом, вот совсем рядышком существуют вибрации старой жизни, старого вида новой жизни, но они никак не соприкасаются, что ли. Вот она говорит о взаимном проникновении, но в поле старых вибраций не могут быть новые вибрации. И в поле новых вибраций не могут быть старые, между ними очень тонкая граница. И вот ты или там, или там, чтобы это всё вместе, этого нет. И вот вы молчите, допустим, в полном молчании, в поле новых вибраций, чуть-чуть заработал ломбой, сразу в старое состояние возвращаясь, вот этот переходный период. Чуть-чуть заработал ломбой, уже в старом состоянии. 24 апреля с самого утра было постоянное стремление, постоянная воля триумфа вибрации гармонии. Затем, как всегда, я сел за свой стол, и через пять-десять минут это началось. И сразу же, с мощью, с мощью, способной раздавить слона, спустилась эта вибрация гармонии, вот такой массой, до такой степени, что тело совершенно утратила ощущение своего существования. И это стало этим, осознавалось только оно, это, божественное. Но здесь мать описывает классический спонтанный сход сапраментальной энергии. То есть всё ваше существо, устремлённое к гармонии абсолютной, буквально притягивает физическое тело через макушку головы путём продавливания, что ли, вот эту сапраментальную силу, которая с невероятной мощью, поскольку она плотная, действительно мощная, затапливает вас настолько, что само физическое тело кажется вовсе несуществующим, вы становитесь этим потоком. И это настолько необычно, и при этом настолько желаемо, что хочется, чтобы это было постоянно, постоянно. Тебе хочется подставиться под эту силу, то есть ей открыться, знаете, как под хороший тёплый душ такой, освежающий, хочется открыться. Действительно замечательное переживание, вот она его здесь классически описывает. Когда я встречала совершенно обычных медиумов, людей, видящих с открытыми глазами, я говорила, вот потрясающие люди. А когда я встретила Шевробенда, я сказал им это. Он, конечно, посмеялся надо мной, он был прав, и я перестал обращать на это внимание. Так вот, как ко мне подходят люди, начинают восторжно говорить о ком-то, что он, дескать, видящий, то мне становится смешно. То есть элементарную оккультную чепуху, сущую мелочь, люди с незрелым сознанием воспринимают как проявление, как чудо проявления духовной силы. если если вам доведется услышать подобное, то примите это как факт и не анализируйте, состраните таких людей, особо если они пытаются вовлечь вас в свои темные оккультные дележки. так как-то ко мне подошли люди и заявили, что они под чутким руководством какой-то видящей и посвященной женщине направляют светлые силы для спасения жителей Украины. Направляют светлые силы, чтобы спасти жителей Украины. То есть очередной бред новоявленных спасителей человечества. они собираются и направляют под руководством этой женщины силы, чтобы спасти Украину. Так вот бесполезно спасать человечество, которое не желает спасения. То есть о каком спасении идет речь-то? Духовно никто не желает спасаться. Понятно? Насытиться, накормиться, набить брюхо ради Бога. В этом что-то спасение? Бесполезно его спасать. Оно спасение не желает. И если вы работая на пути сознательной эволюции, вдруг столкнуетесь с феноменом ясновидения, так вот бывает, то есть проявляется некое свойство такое, что вы начинаете что-то как-то видеть, ощущать, то не обольщайтесь и ни в коем случае не пытайтесь развивать эту способность. Просто примите это как должно, и все вскоре станет на свои места. Понятно? это может проявиться. Шри Воробинда «Земная жизнь – это избранное великой божественностью место его пребывания, его извечной воли превратить эту слепую тюрьму в свой великолепный дворец и высокий храм, достигающий небес. Так вот, земная жизнь, наша с вами земная жизнь, это место, где по сценарию, прописанному свыше, в человечестве разветвается божественная игра под названием «Найди себя». Так вот, результатом этой игры, игры Бога в прятке с самим собой, должно быть окончательное высвобождение чистого сознания или божественного сознания из плотной материальной тюрьмы, в которой это сознание было заключено в результате последовательного нисхождения божественного в материальный мир, в материю, на нисходящие дуги эволюции, то есть погружение в материальность. Это как бы первая стадия божественной игры, когда сознание погружалось в материальность, то есть аспект любви он просто исчез. И вот на восходящей дуге, то есть пятое земное человечество, это уже начало восходящей дуги, сознание начинает высвобождаться из материи, из материального плена, но уже в новом качестве, то есть в наше сознание, это сознание уже не инфантильное сознание, сознание имеющее опыт погружения в материальность, выхода из материального что же уже начинается интересный процесс познания и верхней и не беднее нижней и верхней полусферы истины вот сегодня мы находимся на этом этапе в освобождении сознания из материального плена в животных действительно много очарования у животных нет все это извращенности которые ментальная активность несла в человеческое сознание за исключением тех животных которые живут с человеком ну и тех что пришли прямо из природе есть из природы есть простота некая простодушие очаровательная простодушие и необычайная восприимчивость гораздо более непосредственно чем человеческое вот чем животные отличаются от человек я для себя определил что животное она всегда ребенок животное всегда остается ребенком доверчивым если ты к нему с любовью это всегда ребенок человек бывает ребенком какой-то короткое время потом перестает и все извращенное сознание превращает его зачастую в чудовище а животные всегда ребят всегда любое я видел своей старой кошки и 23 года ребенка глаза котенка который играл в 23 год с бумажкой и так меня смотрел на меня уже не может играть опросе ребенок так то животное в отличие от людей абсолютно чисты и искренны во всех проявлениях за исключением собак которую человек кое-чему научились но научились кое-чему знаете да кошки нет они абсолютно свободно они остаются собою и они отличаются кошки феноменальной независимостью вот феноменальность захочет на те подойдет насильно ее не усадишь и это замечательно вот если спит у меня вот эта кошечка еще одиннадцать месяцев я ее не могу трогать она вот легла тут я вот пока не проснется да а некоторые ну-ка дай-ка это самое пошла про ну вот и спит и хорошо я так рад когда она спит и рад когда она просыпается есть с кем помолчать есть кем поговорить есть вечного ребенка увидеть вот он вечный ребенок животное не страдают ментальной извращенностью они не испытывают тайного демонического удовольствия от убийства от мучения других существ если животное и кушает там кого-то только чтобы насытиться а не чтобы получить удовольствие вот от убийства но это природный закон а что касается восприимчивости то они очень чутко откликаются на вибрации истинной любви потому их как и совсем маленьких детей очень легко врачевать с помощью божественной силы они легко поддаются врачевать элементарно совершенно я просто определил вот у меня дома сейчас живут два голубя на вечной на пмж они сломанными крыльями они живут меня в клетке а с ними сплют ночью они мне песни поют оба воркают ночью ну что делать я их взял я не могу их никуда отправить пусть живут так что животное это чудо из чудес их легко врачевать действительно они легко поддаются врачеванию как замечательно сказал поисий святогорец у животных нет иного рая кроме как человеческая любовь у животных нет иного рая кроме как человеческая любовь то что они не могут напрямую воспринимать вибрации благодати животные только через нас это же царство под нами мы это напрямую можем божественные воспринимать и благодать вы понимаете да животные не могут у них вот рает любовь человек поэтому если у вас есть это любовь то любое животное но вам подвластно на вас не съест не укусит и животных ты чувствуешь своими детьми и боль твоя боль а мы дети господа и наша боль его боль в общем-то его божественно можно жить но его невозможно определить божественно это абсолют совершенство вечный источник всего сущего который мы постепенно осознаем будучи им с времен извечных так вот все попытки теоретиков духовной жизни как-то определить божественное словами они неизбежно обречены на провал божественное может быть только прочувствовано то есть прочувствовано опытным путем а никак не может быть оно определено в словах это невыразимо и прочувствовано только тогда когда ты им становишься прочувствовано как некий благодатный источник всего сущего когда ты являешься неотъемлемо его частью как это в словах выразить это невозможно сделать полностью отождествившись с божественным невозможно отрещать сочувство что вы были с ним когда-то давным-давно знакомые все это возвращается в память и вот она вы вернулись к этому источник от которого когда-то ушли но эта игра ты уходишь то статуешь да и возвращается то есть как к финалу туда откуда ты пришел как бы змея кусающая свой хвост на востоке об этом говорят да вот возвращаетесь туда как иисуса в евангелии от фоне по моему ученики спрашивали вот а когда мы найдем там конец а выгод найдите начало вот там и конец то есть вернитесь к началу там и будет конец ясно то есть вернитесь к своему истоку вот как выступал по телевидению по каком-то канал то ли по спасу митрополит и задают ему по телефону вопрос что такое божественное он примерно ответил следующее но не дословно воспроизвожу вернее что такое бог он таким вот голосом бесстрастным бог это существо которому мы обращаемся со своими просьбами и молитвами по мере их поступлений он либо удовлетворяет их либо нет гениально это существо котором обращается цель просто и по мере поступлений он не буду удовлетворять или блестяще совершенно то что если он вас не удовлетворяет вашу просьбу то он все но есть а счет удовлетворяет тоже я еще добавляю существо без рук без ног надо сказать что нету вот это не что-то там друг ног нет то это существо тогда была полная картина представление что такое божественное из какой бог ведь все ясно определение дано как мать когда-то если помните вот сейчас уже заканчиваем да она когда-то так сказать ответила сат прямо на вопрос когда он ей показал нового римского папа только что избранного он спрашивает сатер ну что это за человек то на это человек вот такой он такой вот умный такой секой но самое главное говорят у него есть одна тайна одна тайна вот которую он вам никогда не скажет так вот какая тайна вот мать намекнула на то что этот вот человек который возглавляет церковную иерархию вот западную католическое он знает что бога нет а людям он должен говорить что бог есть вот это его тайна главное он знает доподлинно нет бога но паспи он должен говорить о его существовании ясно вот от маленькая тайна церковного иерарха я думаю что большинстве своем со редким исключением вот это тайны в общем-то присущи многим и другим церковным иерархам иначе бы они жили совершенно по-другому и по-другому с паствой разговаривали не как со стадом баранов а давали бы все-таки ценные дельные советы в частности постижанию дух святого божьего ну что хватит на сегодня спасибо за внимание